Друзья, всем привет! Очень соскучился по Италии, хочется вкусной, яркой, понятной пищи. Сегодня хочу поделиться с вами прекраснейшим рецептом пасты. Сырная паста – это наш топ, наш фаворит в семье, потому что жена обожает сыр. И, конечно же, мы часто готовим этот рецепт. Хочу поделиться им, он очень простой, максимально понятные ингредиенты, да, за исключением сыра, это санкционочка. Но все сейчас продается на самом деле. Понятно, что не в крупных супермаркетах, но придете на рынок, спросите пармезан или что-то другое, вам вот так вот, хоп, достанут. Все это есть у нас. Сейчас буду показывать, как оно готовится. Максимально просто, но безумно вкусно. Какие ингредиенты потребуются для приготовления этой пасты? Мы будем использовать спагетти. Выбирайте их из твердых сортов, чтобы они у вас не переваривались в макароны, чтобы действительно они держали форму и были вкусными. Нам потребуется оливковое масло Extra Virginal. По классике идет именно оливковое масло, но в современных рецептурах вы можете встретить сливочное масло. Вот со сливочным маслом мне больше всего нравится. Когда мы берем 50 на 50 одно и другое масло, получается в итоге соус, знаете, такой бархатистый, очень нежный, текстурный и обволакивающий. Прям максимальная такая эмульция. Сама паста называется Качо ЭПЭПЭ. В России ее везде в меню вы увидите, как Качо ПЭПЭ. ПЭПЭ это у нас черный перец, перец в принципе, и Качо это сыр. Мы будем использовать черный перец, очень хороший, от компании Vanilla Lab. Вообще зайдите к ним, у них безумное какое-то количество различных специй. И даже такой, казалось бы, простой черный перец, он у них идеальный. То есть они действительно рубятся по специям, выбирают все самое лучшее. И это действительно здорово. И там же огромное количество соли, которые я люблю, вот это все посыпать. Будем использовать грана падана, сыр, пармезан, выдержанный. Сейчас хоть и эмбарго куча запретов всего, все равно все это у нас продается. На любом рынке, куда бы вы ни зашли, вы можете спросить, вам продадут, это все есть в наличии. По классике у нас идет пекорино романо, это овечьий сыр. Часто его мешают с пармезаном. Опять же, пармезан также прекрасен и имеет яркий вкус. Я использую его. Честно говоря, сильной прям разницы нет. Но для гурманов, конечно, вы можете взять, как и в оригинальном рецепте. Перчик. Я сейчас буду его измельчать. То, что я вам говорил, очень важно использовать не перец молотый, а как бы самому его перебивать, либо перетирать в ступочке, вот так вот аккуратненько, чтобы он у нас не был пылью. Таким образом он раскрывает свой вкус и аромат более, знаете, так интересно. И сыр. Вот так вот натерли, видите? Достаточно крупно. Сыр натираем. Я для удобства натру сначала в тарелочку. И потом мы перейдем, будем уже с вами готовить и отваривать пасту. И все это дело затягивать. Так как сырная паста здесь у нас потребуется достаточно много сыра. И принято еще на сервировку оставлять сыр с черным перцем. Поэтому вот эта паста прекрасно подойдет для гурманов, для тех, кто любит посмаковать. Так, что мы с вами теперь делаем? Нам потребуется вода, небольшое количество. Куда мы помещаем пасту? Вообще я бы готовил, если бы у меня была другая посуда, немножко по-другому. Я бы использовал более широкую посуду и сразу же неотваренную пасту добавлял в подготовленную нашу базу. Так будет лучше. Но так как посуды нет, мы сейчас воспользуемся сначала отдельной емкостью, куда мы добавим непосредственно пасту в подсоленную воду. Всегда мы подсаливаем воду очень хорошо морской солью. Здесь мы берем тефлоновую сковороду, либо то, в чем вам удобно готовить. Я помещаю сюда часть перца. Большую часть. Чуть-чуть оставим уже на сервировку. Вот этот перец необходимо сейчас чуть-чуть подогреть, чтобы он раскрыл свои ароматы. О, вот то, что нужно. Ароматы раскрылись. Теперь мы сюда добавим оливковое масло. Достаточно обильно. Вот такого количества хватит, я думаю. И теперь сюда добавляем сливочное масло. Все вместе с перцем должно вот так вот хорошо прогреться. Все, можно сделать прямо на минимальную температуру пока что, пока мы ждем пасту. Здесь у нас уже все закипает. Я добавляю пасту. Пусть она у нас чуть-чуть буквально подварится, чтобы она могла уже лечь вот в этой сковороде. А тем временем мы экстрагируем вкусы от черного перца. Паста получается не очень острая. Но вот этот богатый вкус, аромат от самого перца, это просто божественно. Все, подвариваем пасту буквально одну минуту. Так, ну все. Здесь паста, видите, она стала более эластичная такая. И мы ее теперь перекладываем в нашу вот эту вот массу. Маслица много, да, вы скажете, типа жирненько все дела. Но вот такая вот паста, она по себе вот так готовится. Но она безумно вкусная. Ее не нужно кушать тоннами. Вообще в Италии паста считается такой закуской. Поэтому ее не употребляют прям, знаете, как горой, как у нас принято это все делать. Все, поместили сюда. Вот эту воду, которая у нас здесь осталась, я ее, пожалуй, оставлю. Пусть она сейчас чуть-чуть выпаривается. Потому что вот то, что остается от приготовления пасты, на самом деле, это и есть часть нашего соуса. Немножко сюда, конечно, сразу же добавлю. Оп. Добавим. Оставшуюся пасту. Здесь большая ошибка, когда вы отвариваете пасту в большом количестве воды. Потому что получается, что вкус от самой пасты уходит в воду. И в итоге вы получаете разбавленный вкус. Поэтому большинство итальянцев и вообще рецептура завязана на том, что вы используете ровно то количество воды, которая у вас идет прям в сам соус. То есть вот эта вот вода, в дальнейшем мы ее добавим сюда. Она выпарится. То есть от воды не останется ничего. Мы не будем ее сливать. Все. В таком состоянии мы сейчас пасту немножко отвариваем. В конце мы добавим с вами сыр. Мы добавим, возможно, еще оливковое. Чуть-чуть масла. И все это будем перемешивать вместе вот с нашим бульоном. Пусть две минуты у нас поварится эта паста. Вот у нас сейчас прошло порядка, наверное, 4-5 минут. Как видите, мы не добавляли еще ни сыр, ничего. Но когда мы помешиваем пасту, наш глютен, белок, вся вот эта история с сливочным маслом, оно эмульгирует вместе с бульоном. Получается вот такой, в принципе, уже соус. Если нет сыра, то это также прикольная вкусная паста получается. Сейчас я добавляю оставшийся бульон. Помним, что он у нас подсоленный, поэтому я отдельно не буду добавлять соль. Соль у нас также содержится в нашем сыре. Добавляем сюда сыр. Часть оставлю именно на сервировку. И сейчас начинаем помешивать. Уменьшаем огонь. Я поставлю четверку из десяти. И начинаем вот такими движениями все это дело эмульгировать. То есть, как бы мы ее постоянно должны перемешивать. Мы не можем ее вот просто взять и оставить, потому что сыр у нас может пойти, знаете, такими сгустками не очень прикольными. Поэтому нам нужно ее активно перемешивать. Можно даже взять для удобства лопатку. То есть, вот так вот постоянно помешиваем, помешиваем, помешиваем. И у нас получается вот такой вот соус. Сейчас он еще у нас не идеально гладкий. Но сейчас все растворится. И он будет прям очень обволакивающим и очень красивым. Все, доготавливаем пасту. Я думаю, что потребуется еще две минутки, чтобы она приготовилась, но не разварилась. И будем ее сервировать. Очень смачно было. Скажут, вообще Игоря, над рук отбился уже, не может перемешать. Просто вкусно на грани фола. Максимально сырно, ярко, вкусно. Выраженный аромат черного перца. Я думаю, что это все очень прекрасно. Так, нам потребуется для сервировки, для красивой, возьмем икеевские щипцы. Вот так вот, прям сюда. Немножко подкрутим пасту. А теперь добавляем сюда еще соус. Видите, он прям тянется, очень красивый. Все, завершаем подачу пармезанчиком. Вот так вот. И у нас осталось немножко перца, который сейчас раскроет аромат. Он будет у нас более свежим, необработанным. Добавляем его сверху. И наше простое, вот такое вкусное блюдо готово. Друзья, я не могу устоять. Побегу пробовать. А вы пишите в комментариях. Пишите обязательно, что хотите увидеть в новых видео. Пишите приятные слова. Пишите противные слова. Мне все равно будет приятно почитать, сделать какие-то выводы. Всем до скорых встреч у новых видео.